Здравствуйте, друзья! Если задать вопрос, что является сердцем классической столярной мастерской, многие ответят, что это столярный верстак. И будут абсолютно правы. Я не буду делать экскурс в многовековую историю верстаков. Вместо этого расскажу о своем верстаке, потому что именно о нем и пойдет речь. Этот верстак я делал сам своими руками еще более 20 лет назад, в те времена, когда даже еще не помышлял о занятии столярным делом. Делался он из того, что попадалось под руку. Это были доски, оторванные от сарая, доски от поддонов, упаковочная фанера и другой бросовый материал. В его изготовлении не применялись никакие станки. Все было полностью сделано ручным или бытовым электроинструментом. Фактически для его изготовления использовался только электрорубанок для того, чтобы ободрать лохматые доски, ручная дисковая пила, электродрель. Все остальное было сделано полностью ручным инструментом, то есть рубанком, стамесками и киенкой. На тот момент у меня даже ручного фрезера не было, и это лишний раз доказывает, что если есть желание, то вы всегда найдете возможности. Если желания нет, то вы найдете тысячу причин. В конце концов, если мастер не развивается в профессиональном или инструментальном плане, то никакой он не мастер. Он просто дохлая рыба, которая плывет по течению. Вообще, изначально верстак планировался как временное пристанище для занятия слесарными и плотницкими работами по строительству дома. Однако верстак оказался настолько удачным, удобным и надежным, что я решил дать ему вторую жизнь. Я буду его реставрировать. На слесарных работах я, естественно, полностью убил столичницу, потому что во время сверления даже не подкладывал деревяшки или фанерки. В целом эти отверстия не мешают, но в них присутствует металлическая стружка и абразивная пыль. Справа на верстаке расположены самодельные тиски, которые позволяют зажимать детали вдоль между колками или вертикально между губками. Слева я делал струбцину. Она в некоторых случаях помогает, но по большей части мешает из-за того, что слишком выступает вперед. Да и конструкция этой струбцины мне не очень нравится. Тиски это Г-образная конструкция, соединенная на двойной ласточкин хвост. Естественно, он делался вручную. Отверстия на тисках сделаны с шагом 100 мм, а на верстачной доске с шагом 150 мм. Ход тисков я делал чуть более 100 мм, но это расстояние излишне, потому что такое расположение из шага отверстий позволяет зажимать любые детали с шагом по 50 мм. Например, между вот этими отверстиями 450 мм. Между следующей парой отверстий 500 мм. Дальше 550 мм. Все другие размеры получаются подбором места установки колков. И максимальная длина детали, которую можно зажать, 1,35 м. Длина верстачной доски 1,40 м, ширина 60 м и половину занимает основная рабочая поверхность. В принципе, с верстачной доской все понятно, но одним из самых удачных решений, как выяснилось, было изготовление тумбы. С правой стороны у меня несколько ящиков. Один для всякой мелочевки, измерительных приборов, чертилок и так далее. Слева я сделал дверку и здесь у меня находятся две полочки. Там всевозможная пневматика и другой инструмент. Дверка оказалась менее удобной, потому что ее нужно открыть и лезть куда-то вглубь, а там все обычно навалено. В ящиках все хранится намного более удобно, поэтому вот эту часть я со временем тоже как-нибудь переделаю. В подверстачи традиционно хранятся всевозможные молотки, киянки и кое-какой другой инструмент. За 20 лет этому верстаку очень сильно досталось. Было даже такое, что его однажды залило водой. И здесь вот в корыте, в буквальном смысле, стояла лужа. Вот от этого и пошли вот эти черные пятна. Были опасения, что верстак расклеится, но нет, он остался жестким и надежным. Единственное последствие, верстачную доску немного выгнуло. И вот в этом месте есть небольшой провал. В принципе, сделать верстак было несложно, и на него ушло где-то около недели времени. Но больше всего заняло изготовление тисков. В те времена никто даже не слышал такого понятия, как тетреки. И мне пришлось в буквальном смысле извращаться. Тетрек я все-таки сделал, и для него использовал вот такую вот старинную багету. Вот та самая часть, которую я использовал. При реставрации мне нужно будет не просто навести красоту. Кое-что придется переделать. Например, я уберу струбцину, и вместо нее установлю классические тиски. Также нужно будет заменить ходовой винт, но самое главное, нужно выровнять столешницу. Все это можно сделать и ручным инструментом, но нет. На этот раз я буду использовать электроинструмент. Силы я лучше приберегу для ручной работы, но в уже обновленном верстаке. С вашего позволения я перейду на закадровую озвучку, и как всегда постараюсь дать максимум полезной информации. Верстак я буду обклеивать дубовой ламелью, и начать нужно с заготовки материала. Тангенциальная доска всегда выгнута корытом посередине. Распиливая ее по сердцевине, мы получаем две плоские доски. Это даст возможность максимально сохранить толщину материала. Центральный рез я делал по разметке, а доски напиливал от параллельного упора. Не нужно стремиться к максимальной ширине. Чем шире ламель, тем сложнее ее наклеивать. Далее на фуганке нужно создать базу и относительно нее отбить кромку. Это сильно облегчает работу на ленточной пиле. Ленточная пила Record Power Sabre 350. Обзор на нее вы сможете найти у меня на канале. Отпиливаемая ламель должна быть тоньше половины минимальной толщины доски. И естественно нужно учитывать ширину пропила. На этой ламели уже есть база, а вторую придется обрабатывать с двух сторон. Вторую ламель желательно обработать на фуганке, но это не критично. Можно сразу переходить на рейсмус. Микроволны от ленточной пилы не создадут дополнительных погрешностей. Ступеньку на входе и выходе дают абсолютно все портативные рейсмусы. Об этом я подробно рассказал в недавно вышедшем видеоролике с ответами на вопросы зрителей. А избавиться от нее можно подавая детали в стык или в перехлест. Тогда ступенька будет только в начале первой детали и на конце последней. Ну и вполне логично, чтобы это были самые дефективные хвосты ламелей, которые впоследствии дуют в обрезки. Торцы губок тисков перстака у меня безбожно изуродованы, потому что я зажимал в них и металл, и дерево, и вообще все, что попало. Для их ремонта мне нужны две торцевые дощечки размером 60 на 90 миллиметров. Для этого подойдет любая бросовая доска, на которой можно выкроить примерно миллиметров 40 полезного материала. Эту доску я отфуговал с двух сторон и получил толщину чуть более 30 миллиметров. После отбил кромку и на циркулярной пиле сделал заготовку нужной ширины. Эту заготовку нужно отторцевать, после чего отпилить от нее небольшой кусочек. Он приклеится на край этой же заготовки. После высыхания клея деталь снова торцуем и можно отпиливать две дощечки. Длинная деталь позволяет это сделать быстро, точно, а главное безопасно. Мне не нравится соотношение ширины корыта и рабочей части верстака. И для увеличения ширины рабочей части я подобрал уже готовую еловую доску. Возможно, видео будет излишне подробным. Но снимать бестолковую развлекуху не вижу никакого смысла. Ей и так захламлен весь интернет. Скосы в корыте я подрезал мультитулом и сколол стамеской. Их основная задача облегчить сметание стружки. Я не стал пользоваться торцовочной пилой и подровнял торцы электролобзиком. Если сделать разметку канцелярским ножом и пилить аккуратно, то рез получается идеальным. Даже если маятниковый ход выключен, пилка подрывает волокна на поверхности. Но там, где сделана подрезка, кромка остается чистой. Для облегчения процесса вклейки верстачную доску нужно снять. Она закреплена саморезами, шляпки которых скрыты пробками. Эти пробки плотно забиты, но не вклеены, поэтому извлекаются очень легко. В пробку достаточно закрутить саморез. Он упирается шляпкой в головку нижнего самореза и пробка выдергивается. Ну а вот, собственно говоря, из какого хламья сделан верстак. Но при этом он собран по всем канонам столярного дела. Каркас собран на одинарный и двойной сквозной шип. Именно поэтому за 20 с лишним лет он не разболтался. Нижнюю сторону я не буду облагораживать. На функционал это никак не повлияет. Начал я с проверки плоскости основания. Для этого не нужны никакие уровни или строительные провила. Проверка делается по ниткам, натянутым по диагоналям. Это самый простой, быстрый и точный способ. Вклеить доску внутрь корыта можно, просто притянув ее саморезами. Под них желательно заблаговременно просверлить отверстия. Чтобы каждый раз не отмывать валик от клея, я оборачиваю его малярным скотчем. После скотч срежется вместе с засохшим клеем и намотается новый. Итак, я накатал клей и притянул доску саморезами. Это не самый надежный способ, но нагрузки на отрыв здесь не будет, поэтому и так сойдет. Просто слой клея получится чуть более толстым и времени на просушку нужно больше. Примерно через час я выкрутил саморезы и проверил ровность доски направляющей шиной. Чисто ради любопытства. По центру получился горб около 1 мм. Это не страшно. Перед выравниванием поверхности нужно отпилить переднюю струбцину. Можно было убрать стяжную шпильку и от души затянуть прижимной винт, но я побоялся оторвать торцевую доску. Прижимная шайба из гетинакса у меня прикручена изнутри. Откручивать ее пришлось короткой битой, зажатой в пассатижи. В лобзик пришлось поставить удлиненную пилку, но я забыл, что под струбциной у меня находятся выступающие опоры и по невнимательности надпилил ее в двух местах. Так-то ничего страшного, но это повод лишний раз задуматься о том, что не следует торопиться. Честно говоря, за 20 лет я и позабыл, как делал этот верстак. Оказалось, что торцевая доска пристыкована на шпунт. Теперь нужно сделать несколько подготовительных манипуляций. Во-первых, отверстие нужно заклеить пробками. К этому типу крепления я возвращаться больше не хочу. Но это не самое главное. Гораздо важнее выровнять плоскость тисков. Я точно знаю, что плоскость верстачной доски нарушена. При откручивании прижимного винта явно заметно, как щечка уходит ниже. Это недопустимо и нужно выяснить, где скрывается погрешность. Либо это нарушенная плоскость, либо криво установленный тетрек. Внутрь корыта я уложил полоску из МДФ, а для проверки правильности установки тетрека использовал алюминиевый уголок и смотрел в створе. Оказалось, что кривые и плоскость верстачной доски и тетрек клюнул правой стороной вниз. К счастью, отверстия для крепления тетрека не симметричные и его можно развернуть. Так не придется забивать пробки в старые отверстия и намечать новые. Ну а сейчас хорошо видно, как был сделан паз. Думаю, о технологии вы уже догадались. Здесь применялось сверло форстнера и стамески. Правую верхнюю часть паза я слегка подрезал. Чтобы поджать тетрек вверх, достаточно забить небольшой клинышек. После еще одна контрольная примерка и можно закручивать саморезы. В результате этих манипуляций губка тисков приподнялась вверх и ходовой винт не совпадает своей осью с гайкой. Тиски перемещаются в натяг с ощутимым перекосом. Винт у меня сделан из какого-то специализированного болта с резьбой М20. По науке здесь должен быть винт с ленточной резьбой, но верстак делался из того, что попалось под руку. Для прижима на винт установлено промежуточное чугунное кольцо. На нем уже есть ощутимая выработка, но оно еще послужит. В конце концов его можно просто перевернуть. Вкладыш у меня сделан из полосы гетинакса толщиной 10 мм. Это очень прочный и износоустойчивый материал. Эта полоска закреплена через дистанционную проставку. Опять же она сделана из того, что попалось под руку. В крайнем отверстии саморез можно просто закрутить в новое место, а в два других придется забивать пробки. При корректировке положения вкладыша нужно добиться соосности гайки и винта. Процесс долгий и нудный, но у меня получилось. После этого нужно отреставрировать губки тисков. В идеале их нужно подрезать погружной пилой по шине. Но во-первых, погружная пила берет 50 мм, а мне нужно 90 мм. Во-вторых, кромка верстачной доски кривая и ее нельзя считать базовой. Проще всего сделать пропилы японской пилой. Работают они легко, быстро, чисто и дают очень хорошее качество среза. Естественно, спилить нужно обе губки. При установке вставок будут склеиваться торцевые волокна с торцевыми. Это вполне нормальное явление. Плюс ко всему эти вставки усилятся накладками на поверхность верстака и его кромку. Губки будут приклеиваться по месту. И поверхность верстачной доски, где установлен тетрек, я изолировал корнаубским воском. После высыхания клея выступающую часть губок можно спилить, хотя это не обязательно. Я убрал выступы только для того, чтобы в процессе работы за них не цепляться. В некоторых местах поверхность слишком сильно побита и требует косметического ремонта. В этих местах я отфрезеровал выемки и вклеил в них небольшие дощечки. Конечно, намного проще было бы воспользоваться какой-нибудь двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой. Но поверхность будет фрезероваться и лишний раз портить фрезы не хочется. Плоскость я буду выгонять тем же способом, который использую при выравнивании слэбов. То есть мне нужны два рельса и салазки для фрезера. Одним рельсом будет все та же полоса МДФ, уложенная в корыто для инструмента. Эту полосу нужно жестко закрепить с небольшим отступом. Отступ нужен для того, чтобы не цеплять эту полоску фрезой при обработке края столешницы. Здесь я немного поторопился, потому что верстачная доска еще не закреплена. Нижние поперечные бруски верстачной доски я тщательно выровнял рубанком. Если будут оставаться перепады, то при закреплении верстачной доски ее начнет коробить. Крепление будет также на саморезах, но в передней части они закрутятся снизу. Для этого я просверлил отверстие диаметром 6 мм и подобрал подходящие по длине и диаметру саморезы. Вот теперь верстачную доску можно жестко закрепить на место. Очень важно это сделать до выравнивания плоскости. Задняя часть закрепится точно так же на саморезы, но уже сверху вниз. Здесь шляпки саморезов слегка притопятся. Теперь можно вернуться к установке ближнего рельса. Его функцию будет выполнять двухметровое алюминиевое строительное правило. Его нужно точно так же закрепить через дистанционные проставки. Проверку плоскости я производил все так же нитью, натянутой по диагоналям. Но на этот раз нить взял очень тонкую, чтобы минимизировать погрешности. Для установки величины съема я использовал строительный уровень. Но не для поиска горизонтали. Он выполнял роль линейки, от которой я вел отсчет. Мне просто нужно добиться одинакового съема по всей плоскости. Это делается лишь с одного края правила, а второе устанавливается по касанию ниток. Для лучшего визуального контроля за нитями в месте пересечения нужно установить какой-нибудь светлый предмет. Это очень простой, надежный, быстрый и самое главное точный способ. Салазки у меня сделаны из четырех полосок ЛДСП, соединенных двумя перемычками. Перемычки, расположенные снизу, не позволят салазкам соскочить с рельсов. Для ускорения процесса я использовал мощный фрезер. Это Макита 3612C. Если мне не изменяет память, ему уже более 10 лет. Использовать буду облегченную фрезу для выравнивания поверхности от VPV. Изначально салазки делались под другой фрезер, и фреза не проходит в щель. Для прохождения фрезы нужно сделать пару выемок. На остальной длине ничего делать не нужно. Корпус фрезы будет находиться ниже уровня салазок. Вот в принципе и все, можно приступать к выравниванию. Эту процедуру я показывал уже очень много раз, поэтому лишний раз на ней заострять внимание не буду. Фрезер можно двигать вдоль или поперек. Разницы особой не будет, но все же небольшие отличия есть. При поперечном перемещении фрезеру работать легче, но он оставляет поперечные риски. То есть линии между поперечными проходами, которые обусловлены разным направлением завернутых волокон. При продольном перемещении границы смежных проходов теряются в текстуре, но фрезеру работать тяжелее. И сразу отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов. Что делать, если у вас нет фрезы для выравнивания поверхности? Здесь все очень просто. Можно использовать любую прямую пазовую фрезу. Диаметр желательно взять побольше. Главное, чтобы фрезер справлялся с величиной съема материала. Ну а если фрезеру тяжело, достаточно уменьшить глубину погружения. Но в любом случае результат будет одним и тем же. Мы выравниваем плоскость. И в любом случае потребуется шлифовка. И еще я забыл сказать. Мой верстак полностью сделан из лиственницы. Терпеть не могу этот материал. И применение его в столярном деле одно из наихудших решений. Во-первых, лиственница чересчур смолистая и очень плохо склеивается. Во-вторых, она склонна к отщеплению волокон и образованию огромных занос. В эту ситуацию с лиственницей я уже не однажды попадал. И чуть ли не насквозь протыкал пальцы и ладони. Работа не сложная и все идет как по маслу. В этом есть и плюсы и минусы. О плюсах я говорить не буду, они и без того очевидны. А минус в том, что при такой легкой, но ответственной работе можно просто потерять бдительность. Именно это у меня и произошло. При фрезеровании на краях мне мешала одна из поперечин. И я перекрепил ее наверх. В результате салазки соскочили с дальнего рельса. И фрезер на полном ходу выгрос яму в столешницу. К счастью, это черновая поверхность. И такую оплошность легко исправить. Прямой пазовой фрезой в кромочном фрезере я сделал небольшую выемку глубиной около 2 мм. После я доработал края выемки стамеской и сделал ее прямоугольной. Сюда будет устанавливаться заплатка из дубового шпона толщиной 2,5 мм. Заплатку я накрыл крафт бумагой, сложенной в несколько слоев, и прижал саморезами через бруски. Рельсы я не снимал и настройку фрезера не менял. Примерно через полчаса клей схватывается и можно дофрезеровать заплатку в один уровень со столешницей. Рельсы больше не нужны и их можно снять, но наклеивать ламели на поверхность еще рано. Сейчас, когда у меня есть идеально ровная база, нужно отбить кромку. Самый простой вариант – это использование фрезера с длинной прямой пазовой фрезой. Провилы я закрепил с отступом от края и отбил кромку за два прохода. За один просто не получилось бы, потому что максимальная длина фрез – 51 мм, а толщина лицевого бруска – более 60 мм. Это один из самых простых и надежных способов при фуговке. Кромка получается не только прямой, но и перпендикулярной основной плоскости. Но естественно, что только при условии, что фрезер нормальный и не косит. В дешевых китайских фрезерах не всегда соблюдается перпендикулярность, но и здесь есть выход. Нужно определить направление наклона фрезы и устанавливать фрезер так, чтобы это направление совпадало с направлением кромки. Тогда даже с кривым фрезером вы получите идеальный перпендикуляр. И вот, наконец-то, можно переходить к приклейке ламелей. Под фанерное корыто я подсунул черновой брусок и зафиксировал его в пары саморезов. При наклейке дальней ламели невозможно пользоваться струбцинами. Эту ламель придется придавливать через чужую, то есть через вспомогательные бруски. На дальнем краю я засверлил отверстие диаметром 6 мм. Через эти отверстия вспомогательные бруски крепятся к доске, расположенной под корытом. Подрезать ламель строго в размер не нужно, это сильно усложнит работу. Наоборот, излишки материала пригодятся для крепления. Здесь я просверлил и раззенковал по паре отверстий для фиксации саморезами. Я заранее разметил границу, где будет находиться ламель. И естественно клей наносил только на этот участок. Ламель нужно выровнять по задней кромке рабочей поверхности и прихватить саморезами. Теперь при зажатии она точно никуда не уползет. Сверху на ламель нужно обязательно уложить толстый брусок для распределения нагрузки. А еще потребуются какие-нибудь небольшие щепки. Эти щепки укладываются на центр доски под прижимные бруски. Без них просто невозможно будет обеспечить равномерное прижатие ламели на дальней и ближней кромке. Ведь оно напрямую зависит от наклона прижимного бруска. Ну а ближние края брусков достаточно притянуть струбцинами. Выступивший клей можно счистить сразу или подрезать, когда он подвялись. Но внутренний угол должен быть абсолютно чистым. Иначе следующая ламель не состыкуется. Все последующие ламели приклеиваются тем же самым способом. При зажатии струбцинами всегда нужно помнить, что ламель может сместиться из-за того, что клей скользкий. Струбцины не всегда получается установить ровно. Всегда присутствует наклон в какую-нибудь сторону. Уверен, с этим сталкивались абсолютно все. Ламели между собой нужно дополнительно поджимать быстрозажимными струбцинами. У них жесткие губки и даже тонкую ламель можно безболезненно поджать. На каждую ламель уходит где-то минут 40. И с учетом всех дополнительных манипуляций, на всю работу у меня ушло около половины дня. Пока сохнет клей на столешнице, я параллельно обклеивал губку тисков. Детали здесь маленькие, а рука уже набита. Поэтому с этой работой я справился еще быстрее. Последняя ламель на столешницу приклеивается со свесом. Промежуточные прижимные бруски уже не нужны. Здесь на кромке хватает одних только струбцин. Последняя ламель торцевая. Она подклеивается под свес столешницы. Проще всего притягивать ее струбцинами через штатные отверстия версточной доски. Этот способ очень удобен и я часто его практикую. И еще несколько струбцин нужно, чтобы подтянуть эту ламель вверх. Все ламели наклеились ровно и без перепадов. Теперь поверхность нужно отшлифовать, чтобы убрать выступивший клей. До такой работы вполне достаточно зерна 100-120 единиц. Шлифовка стыков особенно важна, потому что она сразу показывает, разъехались ламели или состыковались плотно. И в последнюю очередь нужно удалить свес. Делается это обгонной фрезой с нижним подшипником. Я сфрезеровываю сразу миллиметров 10 ширины материала. И это почти соответствует диаметру фрезы. За их остротой нужно тщательно следить. Стоит фрезе немного подтупиться и она начнет откалывать щепки. У меня фреза новая и все прошло гладко. Продольные свесы ламели лучше подрезать лобзиком и точно так же отфрезеровать. Для облегчения захода в материал под губкой я закрепил дощечку. Ее плоскость находится вровень с торцом губки. Обязательно условие, чтобы подшипник фрезы имел опору до того, как режущая кромка коснется материала. На этом самая главная сложная и ответственная часть работ закончена. Столешнице нужно дать хорошенько просохнуть. И нам с вами пора бы отдохнуть. Не забывайте ставить оценки к этому видео и делиться им с друзьями. А мы с вами увидимся в следующей части. И я покажу кое-что необычное и очень интересное. На этом на сегодня все и до новых встреч.